Электродвигатели 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 Выполнены в виде замкнутой системы С использованием датчика положения ротора Системы управления Силового полупроводникового преобразователя Двигатель переменного тока Электрический двигатель Питание которого осуществляется Переменным током Имеет две разновидности Синхронный электродвигатель Электродвигатель переменного тока Ротор которого вращается синхронно с магнитным полем питающего напряжения. Асинхронный электродвигатель – это электродвигатель переменного тока, в котором частота вращения ротора отличается от частоты вращающего магнитного поля, создаваемого питающим напряжением. Однофазные запускаются вручную или имеют пусковую обмотку. Двухфазные, в том числе конденсаторные, шаговые двигатели – это электродвигатели, которые имеют конечное число положения ротора. Заданное положение ротора фиксируется подачей питания на соответствующие обмотки. Переход в другое положение осуществляется путем снятия напряжения питания с одних обмоток и передачи его на другие. Применяется в офисной технике, в кондиционерах. Как мы уже сказали, задача электромотора состоит в преобразовании электрической энергии в механическую работу. При этом в качестве источника энергии могут выступать разнообразные электрогенераторы, фотоэлектрические, солнечные батареи, тепловые и другие источники тока. Первый электромотор, скульптурированный русским ученым, фактически ознаменовал открытие новой эпохи в жизни человека. Область применения современных электромоторов необычайно широка. На заводах, промышленных предприятиях работают мощные электрические станки. А в повседневной жизни человек постоянно использует разнообразную бытовую технику. Кухонные комбайны, кофемолки, оснащенные небольшим электродвигателями. Электромоторы сегодня применяются во всех областях народного хозяйства, станкостроения, деревообрабатывающей промышленности, системах промышленной вентиляции и многое другое. Таким образом, в настоящее время жизнь человека трудно представить без электромотора. Ученые и изобретатели из разных стран мира все чаще обращаются к традиционным электрическим двигателям для конструирования принципиально новых экономичных автомобилей и другой техники, оптимизирующихся энергоресурсы.